Петербург 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 История кукол намного длиннее, чем история города на Неве, но здесь им отведено почетное место. Самые интересные экземпляры, а главное скрытый смысл и суть куклы изучают в специальном музее. Кукла – это очень сложная тема, она отличается от игрушки, зачастую принципиально, потому что игрушка в основном выполняет какие функции? Например, социализация, ребенок учится отыгрывать какие-то социальные роли, когда общается с игрушкой. С куклой так не всегда, то есть не всякая кукла может быть игрушкой. Вместилище душ предков, животное или конкретный человек. В древности кукла играла решающую роль в жизни людей. Одни сопровождали в загробный мир, другие участвовали в священных обрядах на земле. Мистическая вера в связь между куклой и человеком живет уже 4000 лет. В традиционных культурах часто кукла выполняет функцию божества, например, идол. Идол – это тоже кукла. Куклой можно было назвать даже палочку, то есть кукла как символ. Это замещение очень часто какого-то человека в ритуале или в обряде. И вроде бы на дворе 21 век, только магия куклы живет и сегодня. В последние годы наступил кукольный бум. Детский психолог Юлия Бердникова все чаще в своей практике сталкивается и со взрослыми, которые нуждаются в куклах. Куклу можно наделить любым смыслом. И тогда человек и взрослый может проецировать на куклу как добрые, так и злые какие-то качества. Может любоваться ею, любить эту куклу или этих кукол. Кукла полностью в власти хозяина, она еще и дает ощущение всемогущества. Пока одни играют в куклы, другие их делают. Елена Кузнецова – настоящая повелительница текстиля. Примерно в середине 20 века появился новый вид искусства – авторская кукла. Елена в этом жанре работает уже много лет. Во-первых, как бы это не работа, это не хобби, это просто болезнь. От этого никуда не уйдешь. Елена шьет с шести лет. Сначала были кукольные платья, потом модельная одежда. Но недолго. Елена предпочла кукольный мир миру моды. И сейчас она сама создает куклы. Она не прекращает экспериментировать и изобретает новые и новые техники и образы. Мне нравится, чтобы в кукле была какая-то условность. Мне нравится, чтобы они были какие-то декоративные, какая-то красивая ткань, какие-то стразы, блестки, разность фактур. Иногда у меня, допустим, идея возникает только из-за того, что собрались кустки ткани. Игрушка у Елены рождается не просто так. Это результат кропотливого труда. А главное, за каждой милой кошечкой скрывается оригинальная идея. И, конечно, художественный образ. Если помните мультики 50-х годов, там такие реалистичные куклы. И не дай Боже, там, чтобы были какие-нибудь голубые ежики или зеленые коровы. Сейчас можно все. Куклы – это застывшее мгновение. Вот сейчас делают так кукол, а потом будут по-другому. Вообще сейчас в моде куклы дурацкие. В хорошем смысле это в основу. Художники вынуждены следовать моде. Им не всегда удается воплощать свой собственный замысел. Порой приходится работать на потребу публики. Это взрослые какие-то свои комплексы сживают и решают свои внутренние невротические проблемы. Или они это делают для развлечения и забавы, или, скорее всего, это то, что актуально для данного человека, то, что он пытается разрешить. Та проблема, которую он пытается решить. Создатель этой куклы вкладывает в нее свою проблему. А остальные потребляют. В той или иной мере это принимая или не принимая. Кукла всегда была отголоском моды во всех смыслах этого слова. Так в 18 веке появились прекрасные фарфоровые пандоры, которые демонстрировали наряды. Эти эталоны красоты доезжали и до Петербурга. Стоили они очень дорого. Поэтому даже дети из богатых семей играли деревянными и тряпичными болванчиками. Дочкам императора фарфоровых красавиц давали только по праздникам и за хорошее поведение. Поэтому будущие царственные особы, как и девочки из крестьянских семей, часто мастерили игрушки себе сами. Она черненькая и она очень графично будет. И вот эти линии тоже, они хорошо подчеркивают изломы. Питер вообще похож на большие декорации из какого-то представления, которое здесь проходило когда-то. Куклы, которых делаем мы. Актеры, которые могут быть современными, и тогда они будут хорошо играть с фактурами города, с живыми какими-то пространствами. Есть исторические, которые, кроме того, еще и попадут в контекст здания, на фоне которого происходит фотосессия. В XIX веке стали открываться заводы по изготовлению кукол. В России кукольный императорский завод располагался под Москвой. А вот в Петербурге крупного комплексного производства не было, зато работали артели. Теперь богатые барышни имели в своем распоряжении и кукольную мебель из слоновой кости, и кукольные музыкальные инструменты. Сегодня в моде старина, и современные художники на примере куклы создают образ целой эпохи. Иногда это может быть конкретный исторический персонаж. У нас есть в коллекции Суворов или Кутузов, или Петр Первый. Петр Первый в костюме голландского мастерового, например. Это образ, который нигде больше нельзя увидеть. Не было же портретов, изображающих Петра в Голландии, когда он учился строить корабли и осваивал это ремеслово. Такая кукла есть. В советское время игрушечная промышленность оригинальностью не отличалась. Пупсы сходили с конвейера со стандартным выражением лица. Рациональные куклы старательно скрывали свои эмоции. Сегодня палитра чувств, кажется, не имеет границ. Кукла – это существо магическое. Она что-то выражает. Куклы могут быть грустными, могут быть печальными. Не надо делать кукол злых и страшных. Люди, делающие куклы, все думают абсолютно по-разному. Как будто они прилетели с разных космических формаций, с разных планет. Самая загадочная кукла у нас – это царевна лягушка в момент перевоплощения. Мы все знаем эту историю сказочную о том, как девушка может стать лягушкой. Сказку о царевне лягушки. И в тот момент перевоплощения художник запечател кукле. И вместо лица у нее зеркало. Когда люди гадают, что же это такое, осматривают с разных сторон, глядываются вроде как в лицо, и вдруг видят себя. Это психоделика уже почти. В Советском Союзе 20-х годов куклу вообще считали вредной вещицей. Ее даже запретили и изъяли из детских садов. Но дети, невзирая на запреты взрослых, продолжали антисоветские мещанские игры. В итоге в борьбе с Министерством просвещения победили куклы. Это важнейшая функция психики – спроецировать свое какое-то содержание на подходящий для этого объект. А кукла, неважно, она изображает человека или она может изображать какое-то животное. Это самый удобный объект. Тут функция символа образования у человека, она его отличает от животных. Если эта функция нарушена, функция образования символов, то получится шизофреник. В нашей традиции есть куклы-утешницы, куклы-плакушки, которым принято плакаться, рассказывать о своих проблемах. И считается, что это такое психотерапия на самом деле. Раньше ведь не было каких-нибудь психоаналитиков. На помощь человеку куклы приходили в самых разных ситуациях. Например, обитатели театра изначально просвещали людей и рассказывали о религиозных догмах. И сегодня отголосок прошлого сохранился в названии – «Марионетка» или «Дева Мария». Когда я сделала куклу, мне хочется, чтобы кто-то ее забрал к себе домой, играл, любил. Привет! Привет! Хозяин двух забавных клоунов – Геннадий Бохан. Актер, клоун и просто волшебник. Взрослеть этот мальчик отказывается категорически. Вот у меня стоит луноход. Сейчас я выкачу его. Вот этот луноход у меня. Это я готовлюсь к луне. Полет на луну у меня будет. Геннадий Бохан много лет отработал на одной сцене с Вячеславом Полуниным. Легендарное снежное шоу отчасти и его изобретение. Сегодня он в разлуке с любимым другом и кумиром. Зато его всегда сопровождают маленькие копии – зеленый и желтый. Он меня встречает, и я мельком все расскажу, что было, чего не было. Я уже начинаю разговаривать сам с собой, с куклами дома. У меня много кукл всяких. А вот это основные. Ну что, лучшие годы жизни. 35 лет. Сегодня зеленый и желтый снова оживают, чтобы радовать детвору. Такое спонтанное выступление сейчас нечасто увидишь. А ведь раньше Петербург славился импровизированными кукольными театрами. Таким ремеслом не брезговали даже царские особы. Одна из важнейших задач куклы – это проводник в художественную реальность, в реальность игры. Кукла-проводник в детской игре. У ребенка нет партнера, кто мог бы вместе с ней попить чаю. И он начинает пить чаем куклу. Кукла-проводник в идеальный мир моды. Она становится манекеном. Кукла-проводник в сказку. Она становится театральной куклой. А у нас проводник... У нас проводник в мир города. И все-таки кукла – лишь модель человека. Она наш помощник. Через нее мы познаем мир и знакомимся с историей. Мы можем заглянуть в прошлое и понять, что считалось истинным воплощением красоты. Возможно, в будущем и о нас многое поведают куклы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова